Межрегиональный комитет Межрегиональный комитет Добрый день, соратники и друзья! То, что мы сегодня собрались здесь, наверное, в первую очередь, потому что нам не безразлично, что будет с нашей стороны завтра, после взрыва и через тысячи лет. Наши предки более ста тысяч лет жили на этой земле, поливали ее своей кровью, и, наверное, мы заслужим то, чтобы их память сохранилась, и она не перестала существовать завтра. Поэтому мы с вами сегодня собрались, потому что то, что происходит, Мне кажется, нормального человека, который болеет о своей стране, о том, что будет с его детьми, внуками, правнуками, не может не волновать. Скажите, а что мы можем сделать? Система создана так, как она есть. Революции, вы знаете, к чему заканчивали, к чему приводили. Тем более в современных условиях это будет еще хуже. Поэтому я, например, лично против либо их революции, действий таких, которые приводят к хаосу и не более того. Но вы скажите, что же тогда делать? Смирно ждать, пока мы на всех перережем или другим способом, или мы вымем спокойненько сами по себе? Нет. Дело в том, что у наших предков существовала система организации общества весьма действенная. То есть было много уровней. То есть люди, жившие в каком-то месте, выбирали себе человека, которому они доверяли. И он отвечал за все, что происходит с тем поселением в той группе людей, которые выбирали. И если что-то он делал не так, его сменяли. В данной ситуации, в которой существуют прямые выборы, а не многоуровневые выборы, такая возможность исключена. Вы скажите, а что же можно сделать? А очень просто. В данном случае то, что мы собрались, и есть, в принципе, способ официально, согласно Конституции, действовать так, чтобы отставить свои права, обязанности как граждан и ответственности. Как? Очень просто. Вот Александр Николаевич затронут профсоюз, да? Но это профсоюз, понятие бывает странное. Вот должен быть профсоюз там металлогистов, там медиков и так далее. Но профсоюз может создаваться в любом. Любой дом может создать профсоюз, житель дома. Выбрать себе руководителя. И если что не так, то полно катушку не спрашивать. Не какого-то дядю, которого они никогда не увидят в своей жизни, может быть. В лучшем случае ему дадутся коснуться его, да? В лучшем случае. А того человека, который они могут прийти и взять спрос с него, спросить. Голубчик или голубушка, а что ты сделала или сделала из того, что мы поручали? И таким образом каждый дом может стать своим профсоюзом. Дома объединятся в районы и так далее. И действительно будет народное самоуправление, а не то, что сейчас превратилось. Чиновники, которые сейчас существуют, большинство своему не думает о том, что они должны служить народу, а то, что народ не раб для них. Сейчас мы имеем кого? Чиновник, который считает, что люди, живущие в его регионе, это его рабы. И задача, кстати, в принципе, и, наверное, вам никому не секрет, как можно больше ограбить тех рабов, которые он считает своими уже. Мы считаем себя рабами? Ну, нас считают. Вопрос. Стоит ли позволять тех, кто считает, что мы рабы, считать нас рабами, быдлом, скотиной? Стоит? Нет. Нет. И вот здесь у нас есть, согласно Конституции Российской Федерации, возможность доказать, что мы не рабы, что мы не быдло. Потому что, знаете, люди нас считают, а кто-то придет, как царь-батюшка придет и возьмет, и все будет сделать хорошо, по справедливости. Даже если бы так и было, то огромное число чиновников будет саботировать, чтобы любое хорошее начинание никогда не дошло до дела. Почему? Им это невыгодно. Потому что они рассматривают нашу страну, как они говорят, место зарабатываем бабла. Это не я говорю, это не сами говорят. Правильно? Для них не важно, что станет страной завтра, потому что большинство из них, семьи, давно-давно живут на Западе. Правильно? Да. Учатся на Западе, живут на Западе, все средства не перевели на Запад и так далее. Вопрос. А что мы можем сделать? Просто люди. Люди, которые не считают, что мы должны превратиться в рабов, которые не считают, что наша страна должна стать сырым придатком. Кого-либо вообще. И что, как заявлять, что Россия не имеет права владеть, допустим, Сибирью, богатством этим. Мы не имеем права владеть. А они, оказывается, имеют право владеть и своими богатствами нашими тоже. Забавный подход. И это говорят официальные политики. То, что, вот я уже подчеркнул, что раньше была, допустим, коммуническая система в Советском Союзе. Но кто читал мои книги, по крайней мере, о России, которые запретили временно, надеюсь, то я там расписал, кто реально стоял за революцией в России. Кому это было выгодно? Никакого социализма никогда не создавалось. Это никогда не ставило цели. Это просто прикрытие для того, чтобы творить то, что творилось в стране. Но вопрос другой. Люди об этом большинство не знают. Но якобы было противостояние такой системы капиталистской, где частная собственность пристается. И была система, так называемая, социалистическая, коммунистическая, где частная собственность отсутствует, и весь мир содрогался о том, что вот такой монстр Советский Союз и его сателлиты готовят всему крышку без покрышки. Но посмотрите, после 1992 года, в принципе, все соц. страны в Европе, по крайней мере, и в России уже не существует социалистического строя. Здесь мы наблюдаем дикий капитализм. Наверное, никому не секрет, да? Мне вот пару лет назад, даже три года уже назад, приходили журналисты New York Times и спрашивали, какая основная проблема в России на данный момент. Я дал интервью, но оно никогда не вышло там, в Америке, по крайней мере. Потому что они не ждали моего ответа. Потому что я сказал, основная проблема в России на сегодняшний момент – это Америка. Они так, ну, как же так? Я говорю, а потом просто причине, что то, что происходит в бывшем Советском Союзе, а теперь Российской Федерации, происходит по сценарию, по тем планам, которые принесли советники, консультанты, которые сидели в Кремле и говорили, как нужно строить правильное будущее, капиталистическое будущее. Вопрос. Я понимаю, знаете, тут есть специалист, который знает, что и как делать. Вот скажите, кто-то из вас отдаст ремонтировать свой телевизор, плазменный, по среднему модели, к примеру, человек, который ремонтирует утюги. Отдаст? А почему? Ну, понятно, да? А теперь вопрос простой. Я говорю, ну, как Америка может научить другие страны, как строить экономику, если экономия в полном провале и давным-давно? На меня вытаращили глаза. Как же так? Типа, я говорю, да, очень хорошо, и самое лучшее, а вот что? Полуправда. А полуправда такова, что они говорят, что вот, США, одна страна, производит 20% мирового продукта мира. Ну, понятно, 20% это пятая часть мирового продукта, а стран много? Конечно, много, да, казалось бы. Но это казалось бы, потому что существует вторая сторона медали, о которой предпочитает не говорить. А вторая сторона медали говорит о том, что та же самая страна, которая производит 20% мирового продукта, в среднем потребляет 45% мирового продукта, а по некоторым разновидностям до 90%. А те, скажите, если страна потребляет, по крайней мере, в 2-3 раза больше, чем производит, кто она по своей сути? Поразит. Все правильно. И экономика ее не процветает. Хотя бы, вот этим летом вы все были свидетелем спектакля, который устраивали финансисты мира, не так ли? В США дрожит, все, вот сейчас рухнет, весь мир распадется. А то, что США не может решить, что же делать с долгами, да? Потому что количество долгов в США официальных. Вы знаете, существуют еще неофициальные долги, о которых не говорится, знаете такие, да? А это официально, да. Так вот, по реальным данным, по официальным только долгам, США не может расплатиться по долгам с процентами на эти долги, которые имелись на август этого года, с процентами. Имея то, что производит 20% мирового продукта, вот если взять, что они получают, то это не хватит для того, чтобы расплатиться с процентами по долгу. И что делают? Они долго мучаются, страдают, тяжелую роду проходят, после чего весь мир вздыхает свободно. А кажется, мир спасен. Это, например, мультик, помните про казен, который умел считать, да? Кто-то видел в детстве, да? Забавно, да. Пароход тонет, он считает, и вот когда уже все потонули, 11, все всплывает. Да, это утонул. Так вот, они взяли и сказали, а мы решили добавить еще 2 триллиона долларов долгов. Увеличить количество долгов. То есть к тому, к чему они не могут рассчитаться, они добавили еще 2 триллиона. То бишь сделали вообще невозможным рассчитаться с внешними долгами. И весь мир...